Добрый день, с вами Ольга, и мы находимся в Свободном Варнинском университете. Я забрела на кафедру информатики и экономики и встретила тут чудесных совершенно женщин. Вот перед вами это декан факультета. Факультет называется Международной экономики и администрации, то есть управления. Зовут ее Элеонора Танкова, правильно ударение сделала? А это ученый-секретарь этого факультета, Веселина, фамилия вылетела? Спасова, помогайте мне. Ну и, наконец, заведующая кафедрой вот этой самой информатики и экономики, смотрите, какое интересное сочетание, да, Галина Момчева. Вот, вот Галина меня сюда как раз и пригласила, чаем напоили этим самым. Вот, сейчас покажу, белка в чай, да еще и с медом, с болгарским. Вот, но тут очень интересно, смотрите, завалили меня всякими своими курсами обучения, да. Кстати говоря, вот, наверное, нам сейчас декан и расскажет. Элеонора, у вас здесь есть и бакалавриат, да? Да, и магистратуру, и еще аспирантуру тоже. Только погромче, пожалуйста, говорите. Не слышно, да? Да, я боюсь, что вас могут не услышать. Вот, значит, причем очень такой момент интересный. Вот у нас в России идет магистратура два года везде, а вот Галина сказала, что у вас год. Да, у нас магистратура идет год, и это очень облегчает наших студентов, потому что все хотят, чтобы... Побыстрее. Да, ну, конечно, магистранты – это взрослые люди, да, и, как правило, уже все работающие, вот, и понимающие к тому же, что эти знания им нужны. Вот, да, хорошо, ну и вот расскажите, пожалуйста, какие у вас здесь есть... Ну, специальности много, мы о всех не будем рассказывать, но вот такие самые интересные мне очень понравилось. Вот из экономики меня, конечно, привлекла эта ваша экономика, какая на первом месте у вас тут стоит вот поведенческая. Вот, ну, поскольку, значит, как раз Элеонора, причем очень интересная, она по образованию первому историк, как и я, а преподает экономику, как и я тоже. Так вот, мне очень действительно интересно, немножечко скажите об этой поведенческой экономике, потому что я так понимаю, что это достаточно новое все-таки направление. Да, ну, это абсолютно новая магистрская программа, и, по-моему, в Болгарии нет другого университета, кто предоставляет обучение по этой программе. Это новое направление в сфере экономики, еще не так популярно, к сожалению, в Болгарии, не только в Болгарии, хотя в других западных государствах это очень довольно такая популярная уже специальность. А вот так вот вы кратенько... Она на грани между экономикой и психологией. И психологией, да. И вот как бы этот специалист будет в какой области, то есть чем заниматься? Он экономист, в принципе, специалист будет экономистом. В принципе, если можно так сказать, в этом новом направлении рассматриваются такие вопросы, как выбор человека. Экономика традиционная, она утверждает, что человек делает свой выбор рационально, а поведенческая экономика отвратит, что люди нерациональным образом выбирают жизнь. Ну да, то есть как раз это вот очень важный момент в современных условиях, да, чтобы понимать поведение потребителя. Спасибо. Я хочу только сказать, что последний нобелевский лариат по экономике... Нобелевский, да. Да, нобелевский, извините, это как раз... В этой сфере, да. Замечательно. Ну, а я сообщу нашим зрителям, что Свободный Варнинский университет – это частный вуз в Болгарии, самый крупный. Такой частный вуз, и он уже 25 лет существует, да? Правильно, Василина? Да. Вот. Ну, значит, Василина, да, она занимается вот теми самыми информационными технологиями, которые... за которыми будущее, да. Вот, вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом, что здесь у вас такого интересного. Вот вы мне говорили, что аж к вам из Дании приезжают учиться. Да, у нас учатся студенты из многих европейских стран, не только из Дании, а ещё из Голландии, Греции, Турции, Филандии, Норвегии... Ничего себе! Конечно, много. А что сюда их привлекает? Сюда привлекает море. Море? Ради моря сюда едут? Вон в Новиге у них тоже своё море. Это новые специальности, конечно, которые мы предлагаем в области дигитальной экономики, в области международного бизнеса, в области обработки данных. Сейчас, извините, я немножечко объясню нашим зрителям, да, вот дигитальная экономика, может быть, это не все знают, это цифровая экономика, это экономика онлайн. То есть, вот такая своеобразные какие-то моменты, связанные с этим, и, конечно, это вот экономика будущего. Так. Да, и для существовать в такой экономике нужно знать не только настоящие вещи экономики, а ещё много для технологий. И, в принципе, в этой специальности студенты обучаются 50% на экономике и 50% на новых компьютерных технологиях. А, вот теперь понятно, почему кафедры экономики и информатики, причём информатика на первом месте. Так. Ещё нужно добавить, что обучение во многих из этих специальностей проводится на английском языке, поэтому у нас так много студентов из... Из других стран, да. И, насколько я знаю, у вас даже по желанию студент может учиться, да, на каком-то языке? Ну, у нас в основном английский и русский. Ну, и болгарский. Конечно. То есть я имею в виду, что, например, вот студент болгарин, он может выбрать и получать образование на английском, в зависимости от его желания. То есть здесь идёт и такая специализация на иностранном языке вот именно в сфере своей профессиональной деятельности. Так что это очень удобно. И диплом какой получают? Вот скажите, пожалуйста, это тоже, я думаю, очень важно, Галина. Дипломы какие вы даёте? Дипломы разные. Для специальности, которые в профессиональной области экономики, дипломы для экономики. Например, поведенческая экономика, дигитальная экономика, они в области экономики. Ну, например, дигитальный маркетинг, это магистрская программа в области информатики. Но я имею в виду даже то, что эти дипломы уже европейские. Эти дипломы только с Болгарией, они европейские. И ещё, кроме болгарской дипломы, у нас есть такое приложение на английском языке, чтобы помогать люди трансферировать знания в весь мир. И не надо легализировать всё, приводить всё и так далее. То есть, вот видите, сколько получается здесь для молодых людей сразу преимуществ. И можно на иностранном языке обучаться на английском, и язык учить, и экономика, и информатика. То есть, в любом случае, даже если это будет диплом, предположим, по экономике, то специалист, он, в общем-то, уже хорошо разбирающийся в современных информационных технологиях. Мы хорошо знаем, что люди из бизнеса рекомендуют такие специальности, которые интердисциплинарные. Зато и мы такие новые гибридные, гибридные, интердисциплинарные специальности создаём. И мы верим, что это очень-очень полезно. Конечно, я думаю, что современный человек, он просто... И ведь недаром же получается так, что, например, если человек учился, и в России, я знаю, у нас так очень много, на бакалавриате, там, предположим, на экономике, он идёт в магистр уже, там, юриспруденцию или вот информатика. Потому что, действительно, жизнь требует, чтобы сейчас вот люди разбирались. Так, ну, я думаю, что мы, вот, наверное, сегодня уже на этом закончим. Так, информации много. Но, с другой стороны, я думаю, что нужно сюда будет ещё приходить для того, чтобы вот разбираться уже более подробно.